Обязательно, где вы работали, где опыт работы, да, это будет вашим плюсом, преимуществом, чтобы остановились именно на вашей кандидатуре. Молодой Барнаулиц на ярмарке вакансий или, как теперь принято говорить, биржи деловых контактов впервые. Уверен, посетим ее не зря, без работы теперь не останется. Разные вакансии, но думаю, можно попасть на работу, если захочешь. Если много обойти народу, везде анкеты заполнить, то можно попасть. Молодежь у работодателей действительно в почете, особенно если соискатель, квалифицированный рабочий или инженер. Нам требуются и рабочие специальности, такие как токарь, фрезеровщик, шлифовщик. Требуется инженерно-технический персонал, инженер-технолог, инженер-электроник, ведущий бухгалтер, экономист. А молодых берете? Молодых берем. Без опыта берем. Только на Барнаульской бирже 70 компаний предложили больше 2000 вакансий. А это значит, говорят организаторы ярмарки, что каждый пятый соискатель получит приглашение пройти дополнительные собеседования, либо уже выйти на работу. Но желания тех, кто в поиске, не всегда совпадают с предложением работодателей. К примеру, Александра на родном предприятии сократили в ходе кадровой оптимизации. И предпенсионный возраст не помог. И пока не дает результатов служба занятости. На учете мужчина стоит уже несколько месяцев. В последнее время я работал администратором по антивирусной безопасности. То есть специализация крайне редкая на предприятиях Алтайского края, поэтому пока не удается найти данную вакансию. То есть она, скорее всего, подходит либо для специалистов техподдержки компьютерной, либо для специалистов, которые работают в антивирусных компаниях. Но таких компаний у нас немного. Для таких, как Александр, выход один. Обучение смежным профессиям. Мужчина надеется, что служба занятости вскоре откроет бесплатные курсы для работников не только с устаревшими, но и с такими, как у него, узкими специальностями. Елена Макаренко, Николай Шелко. Наши новости. Продолжение следует.